Я сегодня подготовила несколько вопросов, надеюсь, что у нас хватит времени. Да-да-да. На всякий случай я мужа отправила на два часа, сказала мне не отвлекать. Правильно, я своего мужа тоже отправила, он пошёл к маме за дворогом домашним. Я говорю так, иди-иди, иди, потому что будешь отвлекать. Вот-вот, я тоже. Так, смотри, сегодня у меня почему-то захотела сделать эфир для новичков, да, для таких, скажем, чайников, и я буду задавать вопросы из позиции чайника, как будто я ещё ничего не знаю. Я думаю, это будет очень полезно для наших подписчиков, наверное. Твои, конечно, все уже продвинутые, мои ещё не сильно продвинутые. Ты знаешь, даже те, которые продвинутые, ну, да-да. На самом деле не продвинутые, в моменте, что-то понимая, тут же забывая, всё нормально. Вот, одно и то же всегда, даже новички, когда задают, типа, продвинутые, как ты говоришь, и они такие, нифига себе. То есть каждый раз просто одна и та же информация в каждый момент времени заходит по-разному, ещё глубже, ещё для понимания. Я даже смотрю вчерашний свой пост и такая, ничего себе, я это написала? Да ладно. А ещё я сейчас в последние, несколько дней выкладываю посты 2018 года, которые я отрыла у себя. Я офигеваю от того, что я сейчас то же самое говорю, и для меня это сейчас новое. Я такая, думаю, как это я могла вообще два года назад написать? Вот, но задним числом так сложилось, что прошлого-то нет. Ну да, да. Напомню, что сегодняшний эфир называется тема у нас, да? Как творить свою реальность осознанно? Ну, так, чтобы она нам нравилась, так, чтобы желания сбывались и вообще кайфовать от жизни. Конечно же, сначала у меня вопрос номер один на эту тему. Чем же таким мы творим эту свою реальность? Вот можешь обозначить буквально там пару слов. Внимание. Куда наше внимание, то мы материализуем. Наше внимание все время. У меня нет денег, нужно работать, нужно найти работу. А че муж такой козел? Вот, а почему у меня собака болеет? Блин, у меня сегодня болит голова. И мы вечно в духах находимся. Ой, а какое мое предназначение и так далее. И вот все вот это мы творим. То есть нет денег, знаете, получите. Вот, нужна работа ради денег. Знаете, получите. Деньги другим трудом не заработать, знаете, получите. Я весь больной, мама у меня болеет. И вот все это внимание, куда бы мы ни направляли, мы всегда подтверждаем все, о чем мы думаем. Причем надо думать, прежде чем думать. Потому что наши мысли очень быстро. Это вспоминается одна фраза. Наша Вселенная всегда горит, да, на наши мысли, да. Все, что мы хотим, на тебе. Но даже, я сказала бы, не мысленно наши чувства. Мы можем даже не мыслить, не думать. А если мы это чувствуем, потому что мы творим нашими чувствами. В голове проекта, а вовне просто проекция, киношка нашей материальной действительности. Через наши фильтры сознания, через наши убеждения, через наш опыт, все, что мы в себя вобрали в этой жизни. Вот, все через это проходит наше внимание, и мы материализуем, уплотняем форму наших внутренних чувств вовне, и мы видим себя вовне в таком проявлении. Конечно, нужно наблюдать за своими чувствами, для этого нужно быть здесь сейчас, потому что, если мы там мысли где-то там, мы себя не чувствуем. И когда в этот момент мы чувствуем свои чувства, что же я чувствую, мы можем кардинально при наблюдении эти чувства менять. Меняется внутри чувства, меняется внутреннее это состояние, меняется, блин, вся материальная действительность вокруг, которую мы наблюдаем. Вот. Это в трех словах. В трех словах. Ну, замечательно. Смотри, значит, второй вопрос. Вот, например, если я такой, скажем, обыватель, и вот я где-то услышала, что можно свою реальность осознанно как-то творить, вопрос, с чего же мне начать? Вот есть что-то вот, ну, что делать-то? Вот так со всеми для чайников, которые еще не знают, что это такое, но очень хотят. Ну, первое, это интерес. Это интерес, это та антиматерия, это те наши желания, которые мы хотим чувствовать, то есть проявить интерес. А мне интересно, как это будет, и наблюдать. То есть любые наши действия, которые специально для чего-то там, мы хотим менять, потому что мы не признаем себе творца, свою материальную действительность, мы хотим с чего-то начать, чтобы начать менять. На самом деле, ничего не нужно начинать, не нужно менять. Нужно начать наслаждаться вот сейчас то, что я имею, и хотя бы за это себя поблагодарить. Это первое. Признать себе, что желания мои, они истинные. Все, что я вокруг вижу, это уплотненная форма моих чувств, моих желаний. Признать, просто признать, что все, что я вижу, почему-то это хорошо. И поблагодарить себя за это, и все проявление вокруг меня в уплотненной форме, в других людях, в собаках, в деревьях, в погоде. Вот, но мы же просыпаемся с утра, фу, дождь, ненавижу дождь. Мы, наше состояние сразу, и все, и ходим такие в печальки. И эта печалька потом начинает всяким говном везти вокруг. Ну, то есть мы наблюдаем нашу печальку вовне, как она быстро вот так материализуется. А нужно, блин, проснуться, посмотреть на этот дождик. Блин, ура, дождик, классно, планета очищается. Вот, она не плачет, ей все, намоется. Она оболождается. Ну, да. То есть, вам для свое состояние нужно. Ну, классные моменты мы еще примем, да, допустим, вот. А есть ли какие-то моменты, там, болезни, еще что-то, что делать в этом случае? Как человеку это принять? Если мы сейчас возьмем и посмотрим на наши воспоминания в прошлом и вспомним все вот эти дурные какие-то моменты для нас, ну, якобы дурные, вот. Мы увидим, почему это хорошо и то, что все эти наши расставания с чем-то, потери какие-то, они все нас привели в итоге-то к самым наилучшим вариантам. Блин, как классно, что я там с тем козлом осталась, сейчас у меня такая любовь, морковь, у меня дети. Как классно, что я там отучилась в этом ненавистном университете и у меня там прям классный свой бизнес все используют на сознании или еще что-то. То есть любую жопу, если мы задним числом посмотрим, это же, блин, как классно, что она с нами случилась. Это как проанализировать типа прошлое и увидеть причинно-следственную связь и все-таки выбрать, что я выбирала это. Они говорят, ну не я, а там родители за меня выбрали где учиться, например, как обычно. А мы выбрали этих родителей, которые нас туда отправили. О, да, да. Это точно. Хорошо. Такой вопрос. А какие основные инструменты? Вот можно там обозначить какие-то основные? Наблюдение, ты сказала, да? Благодарность. Благодарность кому? Тебе. Тебе. Благодарить себя? Конечно. Я же, я создаю эту реальность. Я эту киношку проецирую, проектор в моей башке. Благодарить даже свой ум классный, который хозяйничал, но сейчас-то я осознанный человек, говорить себе. Пускай он просто переводит мои чувства. Пускай он мне помогает найти причинно-следственной связи. Пускай он помогает мне, просто помогает, а не руководит. Потому что он на самом деле ничего не знает. Если вы себе каждый раз говорите, а я-то знаю, я знаю, что деньги не заработать только тяжелым трудом, я знаю, что у меня жена дурынга, я-то знаю, что я медлительный, я-то знаю вот это. Вот это вот, я знаю, надо отключать, а мне интересно понаблюдать, я никогда не знаю, я же сама назначила всех персонажей вокруг своими чувствами, сама определила, сама наделила, вот это вот такое, хотя это вообще другой человек, не такой, каким вы его видите, вы решили, что он такой, вы знаете, вот это, я знаю, отключать нужно. И каждый раз, ну, возвращая себя в себя, то есть, блин, осознанно понимать то, что здесь сейчас, я сейчас наблюдаю за своими чувствами, я сейчас анализирую это, я здесь. А почему я решила, что он такой? Или почему я решила, что деньги только отработают? Почему я решила, что все мальчики? Почему я решила, что у меня вообще родители болеют? Но это я решила, я наблюдаю только то, что я хочу наблюдать. Материальная действительность всегда подтверждает. каждую правду, которую вы знаете. Но вы никогда не знаете. Зачем вот этот опыт постоянно один и тот же проходить как по кругу санцами и постоянно в блины? В день сурка. А интересно, вот этот интерес, это импульс, антиматерия, это желание наше запускает нас в этот поток, который уже несёт нас по инерции, и мы уже наблюдаем чудеса. Когда мы не знаем, заранее не определяем. То есть мы заранее взяли и определили определённую дверь, коридор, дорогу, что вот так должно быть. Оно так, ну я же знаю. Вы можете уйти с этого, знаю, открыть кучу дверей, кучу дорог новых и по-другому посмотреть, как материальная действительность будет наблюдаться. Вы фокус внимания просто меняете, но я не знаю, блин, неинтересно, как это по-другому может произойти. Всё, и уже этого достаточно, чтобы всё поменялось. То есть не важно, что я там, грубо говоря, там всю жизнь училась, хотелось всё знать, было стыдно чего-то там не знать, и копила-копила эти знания, и что просто решить, что больше я ничего не знаю, и совсем по-другому живу. Свои знания никуда не денутся. Как многие мне пишут, нафига мне отрубить мозг, чтобы он перестал знать. То есть как мне этот мозг хакнуть, чтобы не знать. Но вы поймите, ваше желание, оно тут же исполнится. Вы сейчас станете тауном, блин, каким-то, у вас будет склероз. Нафига это? А, не бороться, получается, как бы, да? Зачем? Всё, что мы знаем, оно уже в нас встроено. Это наши корни. Представьте, да, дерево, да, оно держится корнями, растёт ствол, увеличиваются ветки. Все эти знания, всё-всё-всё, дерево впитывает в себя, оно растёт. Это наше, никуда его не надо выкидывать, оно уже есть. Просто мы уже получили этот опыт. Мы знаем, он у нас есть. Мы знаем, мы его уже проходили. Да, это классно. Я собираю свою целостность через эти знания, да, и собираю свой опыт. Я расту, я познаю. Постоянно познавать новое, это же, блин, круто, это же жизнь, познавать новое всё время. Да, это и есть вот это. Интересно. Никуда это выкидывать не нужно. Просто интерес включить, как я сейчас новый листочек выпущу, как я новую веточку пущу. Не зацикливаться на старом. Вы в утробе матери же крутились, вертились, у вас такой опыт, пришли, короче, такие на свет, и давайте всех учить. А, я знаю, как он у нас. Да. Или там... Да, вообще, зачем какие-то другие ещё примеры, тут вот так понятно. Вы учились ходить, вы падали, вставали, падали, вставали, у вас не получалось, но вы опять учитесь, ползёте там, вы хотите, мама вас там поддерживает, или ложку держать, учитесь, кушать учитесь, говорить учитесь. Всему учитесь, но вы же потом это не используете, вы же не вспоминаете, когда вы идёте. Вот если я буду идти и буду пытаться проанализировать, вспомнить, как я это делаю, шар, да, какие у меня там процессы в мозгах начинают крутиться, вертеться, как нога идёт, если я ещё... Я упаду нахрен сразу же. Я реально упаду, если буду думать про шар. Мне ещё нравятся родители, говорят, не упади, смотри под ноги, только начинаешь на них смотреть, и спотыкаешься нахрен. Потому что, блин, не надо, это уже встроено, это уже автоматически, это уже в нас есть, зачем на этом зацикливаться? И вообще, все любые знания в момент попадания в нас и осознавания этих знаний, они уже устарены. Нам всё время нужен новый опыт для роста. Это жизнь такая, всё время новые изменения. Но эти изменения не специальные брать и изменять, они, естественно, должны происходить. Для этого не надо пытаться ничего менять, как только ты не хочешь ничего менять, то всё меняется. Но когда ты пытаешься менять, 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 будешь зациклен на этом, и ты будешь получать одно и то же всё время. Ну это такое, знаете, что-то мне пришёл образ такого маленького, ну непосредственного ребёнка, который познаёт мир. Надо стать ребёнком, вспомнить себя, как мы всегда делили в детстве. Потому что дети вообще не спрашивают. Мы же так, когда мы постоянно познавали мир, мы даже знаем, что это, и тысячу раз ещё спросим маму, мама, что это? Мама, что это? Отстань от меня. Ты уже тысячу раз спрашивала, ты красный карандаш. А ему каждый раз хочется этот карандаш увидеть по-новому, почувствовать, какие там ещё чувства в нём есть. Потому что, когда ребёнок смотрит на мир, он же смотрит и не анализирует, как учёный там, как мы это пытаемся сделать. Он пытается этот карандаш прочувствовать, ему интересно с ним взаимодействовать, ему интересно понаблюдать вот этот процесс, как он с ним там поиграется, сломает, а что с ним будет, а если я порисую, что произойдёт. То есть, он его изучает, а мы знаем. Мы знаем, всё это неинтересно. Ты одно и то же говоришь, я это всё знаю. Да ты вообще цитируешь всех авторов, я всё это знаю. А то, почему у вас такая жизнь? Мы все, такие умники, мы очень много знаем. Да, учимся, надо включать. Мне всё нравится. Нравится ещё у детей, они не залипают надолго на чём-то одном. Раз переключились, раз переключились, а мы часто в прошлом застрянем. Мы хотим привязываться, потому что каждая привязка с предметом, с человеком, с домом, с машиной, нам даёт определённую эмоцию. Мы хотим всё время эту эмоцию получать, поэтому привязываемся. Но потом, вот это то, к чему мы привязались, уже перестаёт давать нам эту эмоцию, но мы пересытились ей, мы уже ощутили это, мы уже это познали, мы уже знаем. Нам уже становится неинтересно, но мы продолжаем держаться, ну вдруг. Это опять вызовет эмоции. Ну, например, как за человека мы держимся. Или за ту вещь, которая, чемодан без ручки. Ну, вроде как нужен, но в то же время, блин, никогда не нужен. И у нас дома склады вот этих вещей, потому что когда-то во время там покупки, получения её, взаимодействия, поначалу, оно нам приносило какое-то удовольствие, приносило радость, какие-то эмоции, какие-то чувства. Мы через это познавались. А сейчас оно уже нам всё неинтересно, но мы не держимся, а вдруг когда-нибудь оно нам понадобится. Нахрен этот хлам держать. Да, согласна. Мы себя тормозим, когда привязываемся. Надо легко, как вдох и выдох, да? Вдохнул, выдохнул. А мы что хотим? Мы хотим вдохнуть, удержать. Мы не можем новый поток сделать, ничего нового получить, пока мы не выпустим старое. И чем больше у вас вот этих привязок ко всему, ради каких-то эмоций и чувств, которые и так без этого вы можете получать, но вы думаете, что только эта вещь, только этот человек, только это событие, только эта работа вам может эти чувства принести. Да ни хрена подобного. Эти чувства все внутри у вас всегда были, есть, и вы этот мир створите этими чувствами. И это появилось благодаря тех чувств, которые изначально у вас были. Просто нужно вот эти чувства внутри найти себя. А мы пытаемся внешне держать за их. Затолкать вовнутрь, короче. Мы хотим компенсировать все, за что мы держимся, ну, вот эти, нехватку этих внутренних чувств внешних. А оно не получается. Потому что мы всегда недовольны, мы всегда в депрессиях, нам грустненько. Вот, как он уж его любит говорить, блин, я сегодня что-то мне грустненькое. Но у нас это уже шутка, короче, и мы потом ржем с этого. Вот. Но смысл в том, что мы сами себя в эту депрессию запихиваем, потому что понимаем, что уже ничего не приносит радость. Так не держитесь, отпустите вот это все. Блин, высвободите себя от этого хлама. Перестаньте общаться с... кто не нравится, с кем общаться. Ну, дает он вам негативные эмоции. Ну, перестаньте. Не, ну, мало ли, что он подумает. А я вот трубку не возьму, он там будет меня ргать. блин, какая разница, это ваша жизнь. Она у вас одна, у вас одно тело. Но почему вы пытаетесь всегда держаться внешне, что там подумают? Люди, да насрать, что он там подумает. Это ваша жизнь. Причем они думают ровно то, что вы думаете. Вы думаете, знаете, за него уже решили, что он подумает. Естественно, вы творцы, вы своим вниманием и фокусом внимание творите в материальной действительности. Он так и думает, в материальной действительности хоба, и сразу вам это подпишет. Ты прям считала мой следующий вопрос. Да. Да. Про то, что есть такое утверждение, что мир — это мое отражение в зеркале. Вот расскажи нам про это подробнее чуть-чуть. Да. Он не то, что ваше отражение. Это же не так. Ну, хотя бы с этого начать уже хорошо, мне кажется. Уже. Нам же хочется кого-то обвинить. Понятное объяснение, что мир — наше отражение. Но мир не отражение, он продолжение. Даже наше тело — это наше продолжение во внешнем мире. Мы — это не тело, мы — это не ум, мы — это бесконечность, дух, бесконечность. Мы — это весь этот Бог во всех вариантов, проявлениях, тела, каждой песчинки, каждой травинки. Мы — это всё. Бог в каждом из нас. Я сейчас не про религию говорю, не про вот этого Бога, на которого там ходят, молятся в церкви, вообще не про это. Вот. Ну, про этот, а не про это же, но другими словами, ладно. Вот. Мы вовне видим иллюзию, только уплотнённую форму наших чувств. Мы можем эту иллюзию трогать, щупать глазами, ушами, носом, обонянием, пощупать руками, почувствовать сердцем. То есть мы во внешне щупаем себя, и мы так себя познаём. Весь мир — это уплотнённая форма наших чувств, которые прошли через наше сознание, через наше знание. Чем больше вы не знаете, чем больше, чем меньше, чем больше, чем больше, чем меньше. Этих шаблонов, к которым вы привязались и знаете, как это должно быть. Чем чище ваше сознание, тем вот этот свет любви, внимание во вне вот этих чувств, они проецируются намного прозрачно без всяких вот этих жоп. Во вне мы просто познаём себя. Мы этими чувствами изнутри создали внешнее, и теперь себя внутри познаём, щупая эти чувства во вне, в уплотнённой форме, познаём себя, какой мы внутри. То есть мы себя не видим внутри, мы не можем себя почувствовать, залезть в наши телесные чувства. Но через внешнее, щупая внешнее, мы себя видны. Каждый человек это моё отражение, это даже не моё отражение, это я, это проекция меня во вне. Я разная, и поэтому куча людей разных. Я всякая, во мне есть все чувства, каждый человек наделён всеми чувствами. Моими, собственными. Ну, хорошо, скажем, я вижу в окружении себя каких-то людей, которые мне приятны, симпатичны, я с ними общаюсь, а, например, есть какой-то не очень мне симпатичный, ну, скажем, ладно, от чужих я могу отвалить, да, а если это какой-то родственник, и я буду... Никаких чужих. Никакой бомж на... Я не знаю, это в себе, я понимаю, что это продолжение, а как это принять в себе, что этот человек это я, и что получается, я что-то в себе не принимаю, правильно, какое-то чувство, я не знаю, да, так получается. И что делать? Он вам показывает то, что вы не хотите видеть в себе. Ну, наше отражение вовне, это всё наши чувства. Вы себя познайте через этого бомжа, почему вы бомж? Рассмотрите. А есть ещё в Библии такая тема, что любовь это, когда ты видишь недостатки других людей, принимаешь их как свои, долюбливаешь. Долюбливаешь. Как долюбливаешь. Ну, это как возлюбие... Видишь в них, почему это хорошо. Что такое вообще недостатки? Это недолюбленные достоинства, да, у всех эта фраза на слуху. Недостаток это то, что вам не достает. Все недостатки, которые вы в ней видите, это вы внутри, не достает увидеть вас внутри эти чувства, которые вы подавили. Поэтому все эти подавленные чувства вы наделили всех людей своими подавленными чувствами. Вы себе этот груз держать не можете, не видите, не хотите, не слышать. Нет, я не такой, я не убийца. Хотя мы себя убиваем, поэтому умираем. Если бы вы себя не убивали, вы бы не умирали, жили бы вечно. Но мы себя убиваем, мы убийцы, надо признать себе этого убийцу. И мы насилуем себя все время, материально действительно нам это показывает. Мы все время, мы не такие белые и пушистые. Сегодня, да, ладно, я белая и пушистая, но это исключение. Комплименты вы написали, правда? Я ж покраснела, вот. Ничего краснела. Сесняшка, да. Пока вы не будете принимать вовне, что вы не принимаете, ну, вы видите то, что вам не нравится, вы хоба вспоминаете то, что, блин, ну я же творец, точку обзора меняете из точки обзора, что я жертв, и мир, блин, в описывании. Меняете на точку обзора, блин, я творец, и начинаете смотреть с этой стороны. Если вы знаете, что вы творец, хотя бы на уровне ума, вы уже каждое событие будете рассматривать. Интересно, если я творец, то почему вот это вот так, а не так? Почему я вижу эту жопу? Почему мне этот человек не нравится? А что он мне показывает? А что я чувствую, когда я гляжу на этого человека? Я когда гляжу на него, чувствую это я, чувства там внутри меня, они же во мне, это же мои чувства. Как может человек не нравится? Не человек не нравится, это я себе внутри не нравлюсь, мне не нравятся мои чувства внутри меня, в моём теле. Человек тут ни при чём, он просто пустой сосуд, которого я наделила, я в нём вижу чувства, которые внутри моего сосуда, внутри моего тела, внутри меня. Ты мне не нравишься, каза драна, ты знаешь? Сидишь тут, прямой эфир ведёшь со мной. Ну эти чувства, то я внутри себя чувствую, так кто каза драна, кто кому не нравится? Я же внутри это чувствую, в себе, это моё, как только я обратила на это внимание, обратила здесь сейчас на своё чувство, что я чувствую, блин, это чувство начинает раскрываться, и я вижу, что нифига ты, нифига, я не сказал, не драма, блин, это всего лишь очень странное чувство, которое я решила, придумала почему-то, мой шаблон мышления сразу определил, наделил, ну, это просто программа у меня такая. Угу. Мы не примем, не разглядим, не увидим, мы и любовь не увидим, потому что мы просто взяли это целое, разрушили, просто здесь ошмётки и обломки, но мы не можем эту любовь чувствовать без нелюбви, мы не можем видеть доброту без зла, пока мы не найдём целое, что любовь и зло — это одно и то же, одно и то же чувство, просто мы его делим, но наш мозг разделил плохо, хорошо, надо с шаблонами мышления работать. Вот. Блин, такая, это как игра, такая, как квест, интересно, наверное, всю жизнь можно раскручивать, никаких сериалов, ничего нет, познаёшь себя, и вообще круто. До тех пор, пока тебе интересно жить, ты будешь жить вечно, понимаешь? Да, интересно. Переходим в другую форму забвения и начинаем себя осознавать в другом теле, всё. Угу. Как раз у меня тут тоже был вопрос про симптомы в теле, про болячки. Это тоже про это, да, получается, что как сигналим сами себе проснуться, да, осознать? Тело — это офигенная хрень, одновременно просто с идеальным биоскафандром, целое. Блин, тело — это просто офигенная система, которая нам призвана сигналить все наши чувства. Всё, что нам нравится, всё, от чего мы кайфуем, испытываем инфории, нас двигает вперёд. Всё, что нам не нравится, нас тоже двигает вперёд. Но это только чувство в уплотнённой форме, мы же его не выпускаем, мы его давим. Оно в теле оседает, как боль. У нас не тело болит, у нас чувство болит. Ну, это... Когда мы болеем, мы здоровы. Мы самые здоровые существа на свете, когда мы болеем, когда наше тело нам сигналит. Но мы хотим отрезать язык, закрыть себе глаза, чтобы не видеть, не слышать, подавить это всё. Мы хотим вылечить внешнее тело, на самом деле не вылечить его, да, а в системе сделать сбой, чтобы оно перестало сбоить, ну, сигналить нам. Мы так боимся этой боли, хотя боль — это просто сигнал. Если вы сигнал увидели в себе и перестали его давить, блин, ну, интересно, ну, что же он не сигналит? Ну, что тело хочет мне сказать? У вас эта боль пройдёт, когда вы обнаружите, какое чувство подавленное за этим стоит. И вы разрешите этому чувству быть, найдёте целое. И начнёте это видеть вокруг и любить, почему это хорошо, тело перестаёт сигналить, именно этот сигнал. Это классная система. Нам нужно, блин, лечиться и всё себе отрезать, заглушить. Мы очень много чувств не можем чувствовать, там, любви, блаженства, оргазма, там, куча всякого вообще, просто море этих букетов, потому что мы своё тело заглушили. Мы же не хотим чувствовать кучу, ну, вот этих противоположных крайностей, да. Мы в теле эти чувства заглушили. Естественно, мы противоположные не чувствуем. Роботы. Да, эмоциональный сухарит, согласна. Да, вот тут вопрос, ну, есть в психологии такое понятие, что есть внутренний мужчина, внутренняя женщина, и что когда мы смотрим на, скажем, если я, например, женщина, и смотрю на своего проявленного творца, этого мужчину, то я как бы могу отследить, что во мне там, да, нормально всё или ненормально. То же самое про женщину. Вот, если можешь, пару слов об этом. Я как раз только что пост выложила перед эфиром, не читала? Ещё не читала, да, увидела, но ещё не читала. Да ладно, про внутреннюю женщину, внутреннюю мужчину, как они проявляются в жизни. Правда, не читала. У вас, правда, опять двухгодичной давности я его открыла, такая, думаю, нифига себе, я это написала, да как вообще я могла? Вот, ну, внутренняя женщина, внутренний мужчина, это просто мужская-женская энергия. Ну, это мы просто так словами эту информацию облачили, на самом деле нет никакого внутреннего мужчины и женщины. Понятное дело. Это просто такое объяснение, чтобы уму хотя бы немножко было понятно. Это тот иньян, о котором мы всё время говорим, о той гармонии внутренней. Ориентируемся на это, да, как бы? Да, ну, просто ориентир для понимания, для того, чтобы мы придумали вот этот триггер, и мы могли между друг дружкой передавать эту информацию вот с такого зашифрованного, там, через мужчину и женщину. Мужчина внутренний, это мужская энергия, могу делать, а внутренняя женщина, женская энергия, желать и принимать. То есть иньская-яньская принятие того, что ты сотворил. Если ты уже в точке обзора просто берём фантовый скачок, делаем так, я не жертва, я творец, я творю своими желаниями всё. Я это всё сотворяю в точке обзора, я вижу, что я творец, я это сотворяю. Почему это хорошо? Уже вторая точка обзора, там, смотрим с этой позиции. Значит, я уже принимаю, всё, мы в гармонии, когда я принимаю всё, что происходит во внешнем мире. Если вы видите мужчину, каждый мужчина во вне, да, он наделён же всеми чувствами, каждая женщина, вы видите всех мужчин, вот там недоделанный творец, этот ни хрена не делает, этот не творит, этот вообще козёл. Это ваше могу и ваше творчество, это ваше познавание нового, это ваше творение, то, что вы, блин, делаете. Но вы обычно делаете то, что не хотите делать, и не делаете то, что хотите, потому что то, что хотите, там, правила не те, а вдруг не так подумаете. То есть во вне мужчины вам транслируют ваше внутреннее состояние, как вы живёте, как вы творите, какие действия совершаете. Внутренняя женщина через всех женщин во вне, вам показывают то, что вы в себе внутренне, да, не можете увидеть, ваше принятие. Как ваша мама ведёт, как ваши дети, как старушки на улице ведут, подружки и так далее. То есть мы просто через другого человека можем рассмотреть свою, как течёт внутренняя энергия женского мужика. Ну хотя нету ни мужской, ни женской, блин, она, она, это просто такое условное обозначение. Ну это как бы, чтобы легче можно понять и расшифровать, мне кажется, как ориентир такой хороший. Ну да, может быть. Но для меня, честно говоря, ориентироваться на это не обязательно. Просто видеть состояние мира, что оно, ты говорила про инструменты, да, вначале, как раз вот с этим вопросом перекликаешься. Просто взять и создать для себя здесь сейчас новое видение мира, новую картину мира. Почему мы держимся за старую правду для начала в себе, нужно спросить. Почему я решил, что мир вот такой, есть карма, есть рог, есть судьба, и то, что вот я знаю, и вот моя интуиция. Почему я так решила? Просто поговорить с собой. Ну потому что мне материальная действительность это подтверждала. Включаем интерес. А почему я хочу, чтобы она подтверждала вот так? А может быть, блин, она подтвердит мне по-другому? А может фокус внимания поддержать на другом? Ну и просто проверить, фактами подтвердить, и ты уже понимаешь, что ты можешь менять всё. У тебя уже точка обзора то, что я творю, и всё мне подтверждает, отражает, и факты я эти получаю. Потому что, да, вот пессимисты же те, они видят там тысячу недостатков, тысячу причин, почему это невозможно, да, оптимисты тысячу возможностей видят в этом. Надо просто поменять точку обзора, мне интересно. Выбрать более выигрышную позицию такую, да? Да. Точка обзора. Блин, почему-то это хорошо. Вторая точка обзора. Мне интересно, как по-другому. Ну хорошо. Да. Да всё равно, смотришь на мир, и почему-то это хорошо. Займите такую точку обзора. Как только вы её занимаете, проходит, ну, очень маленькое время, там, час, минута, день, ну, неделя. Вы видите, почему это хорошо. Как только вы направили туда своё внимание, узнать, почему это хорошо, вы сразу подтвердите фактами, почему. Но до тех пор, пока вы не занимали эту позицию, пока вы не наблюдали, пока вы не проявили к этому интерес, вы не увидите, естественно. Вы видите только то, что хотите видеть, а если вы хотите видеть, вы увидите. На это нужно обратить внимание. Внимание — это и есть та сила, та любовь и тот интерес. Внимание обращаем, что, блин, интерес-то как? Это хорошо. Почему это хорошо? И не надо сидеть умом придумывать, почему. Оно подтвердится фактами, почему, когда вы отпустите это и пойдёте своими делами заниматься. Вот это вот Бог свой, он классный. Меньше парится, что в том, менее. Ну, отключайте его в плане анализа. Пускай он будет вам переводчиком, пускай он будет помощником. Ну, как анализ, надо, блин, отключаться. А то он такой бешеный руководитель. Особенно накаченный. Накаченный, да. Накаченный вообще, да. Так, третья точка обзора. Первая, ну, я творец. Вторая, почему это хорошо. Третья, мне интересно, как. Четвёртая, живу без плана. И даже если я его построила, не обязательно его соблюдать. Правильно? О, вот это не быть последовательным, да? Я не последовательна. А то все обещания, кому обещала, всем прощаю. Тебе тоже. Ничего не обещаю. Потому что я не знаю, как. Ну, не знаю, что будет через минуту. Следующая точка обзора. Все опазлы желаний совпадают с любыми людьми, с которыми мы резонируем. Всегда опазлы желаний совпадают. Жертва хочет умереть, убийца хочет убить. Они встретились только ради этого, для этого опыта. И больше, ну, никак. Не может убийца убить того, кто не собрался уйти из жизни. Не может. Это невозможно. Жертва, которая хочет уйти, она уйдет. Человек, который хочет жить, никогда не будет в опасности. Собой. То есть фазы желаний совпадают. Если вы чего-то хотите сделать, знаете, все люди этого тоже хотят. Они могут из-за своих шаблонов ума, из-за своих масок, которые мы каждый день одеваем. А шаблонов ума вот эти программы, правила, что так надо, что подумают. И я же обещал, я же кремень, я мужик, я обещал, мне надо сделать. Он будет вам транслировать то, что, блин, ну ты козел, ты должен это сделать. Но в глубине души ему это нафиг не нужно. Потому что ему это окнется. Ну, реально, если вы как два барана будете делать то, что вы не хотите, вам двоим это, ну, так настучится по голове, очень жестко. Ну, если хоть один, блин, один возьмёт и сделает как надо, блин, он так поможет другому. Ну, помогайте другим, помогайте. Не уходить в эту жопу. Хотя жопа тоже хороша, это классный опыт. Почему-то это хорошо, да. Так, ещё вопрос. А как исполнять свои желания? Ну, так, чтобы легко и просто. Есть ли рецепт? Очень простой. Ну, это сейчас точка обзора. Все наши желания исполнены. Как только вы чего-то захотели, проявили к этому интерес, желание исполнено. Оно уже есть. Всё. Оно есть. Если оно не исполняется, есть причины. То, что я знаю, что оно может только вот так исполниться. И поэтому вы его не можете увидеть, потому что, ну, вы знаете как. Так, миллиард способов исполнения желаний здесь сейчас есть у вас, но вы их все отмели, потому что вы знаете как. И держитесь за один, который, ну, невозможен. Можно сказать, что вот это желание души, да, но не желание социума, да. Потому что часто мы хотим какие-то вещи. Вот я помню по себе, я хотела к себе машину, за руль. Но когда я начала разбираться, я поняла, что я не хочу владеть машиной, я хочу комфортно ездить. И в принципе мое желание комфортно ездить реализуется, да. То есть просто обратить внимание, что стоит за желанием, получается. Да, это сто процентов. Дело в том, что нужно еще разобрать. Это ваше желание? Или вы его себе навязали своим эго? То, что я хочу быть крутым, я хочу быть классным, я хочу быть независимым, я хочу быть в комфорте, я хочу быть это. Ну, то есть за каждым желанием стоит «я хочу», но чувство. За каждым желанием мы хотим чего-то другого на самом деле. Все эти материальные вещи нам не нужны, вообще не нужны. Нам ум говорит как подсказку, взяв в этот букет чувств, материализовав какой-то образ вовне, мы типа образ этот хотим. Ни хрена не понимая, что за этим образом стоит чувство, которое мы хотим получить. И тут нужно осознать, что я хочу быть крутым, потому что вот этой крутизны Творца внутри я не чувствую, я жертва, у меня пустота там внутри, я не заполнила себя крутостью внутри, в себе. Поэтому я хочу вовне. И когда даже вы своим достигательством разорвёте кучу шаблонов, вы свобудите эту свою энергию, какие-нибудь желания, визуализации или чем-то ещё, достигательством, можете это притянуть, вы увидите, что никакого наслаждения тех чувств, которые вы хотели получить, вы не получите. Ну, невозможно получить внешне, запихнуть в себя то, что нужно вам внутри. Да. Поэтому нужно разобраться с вашим желанием. Действительно, это то желание, которое вы хотите. Если это желание, которое вы хотите, умно, не исполнив здесь и сейчас, разберите, для чего вы хотите, это не имейте. Вы найдёте тысячу и одну причину, почему вы хотите это не иметь. И только одна причина, хочу, и всё. И всё, и всё, и всё, и всё. Такая чаша висок, получается. Хочу и кучу я не хочу. Конечно. Да, и такой внутренний волшебник в шоке. А чё исполнять-то? Одну зачем? Вот тысячу надо исполнить, в общем-то. Это такой баланс. Да-да-да. До тысячу мы исполняем. Это точно. Почему мы хотим, это сейчас и не имеем. Если вы разбираетесь своим желанием, понимаете, какие чувства там стоят, ну всё, забудьте про это желание. Нахрен вам нужно? Вы эти все чувства внутри себя можете дать. Заполните внутри себя. Но эти чувства в уплотнённой форме, когда они внутри вас обнаружены, они уплотняются во вне, и ваше желание тут же исполняется. Но только когда вы независимы от этого желания. Мы все желания хотим, чтобы поиметь с этого желания чувства. Но их вовне нету, они внутри. Вы даёте внутри, они проезжаются вовне. Мы смотрим всё время извне и пытаемся всё внешним, внешним, внешним. Но творится всё изнутри. Проектор здесь, проекция вовне, киношка вовне. Это мультики, это картинки. Мир вообще статичен, он не двигается. Иллюзия вот этого движения, что мир двигается, создаётся движением наших мыслей. Мы в суперпозиции находимся во всех вариантах событий одновременно и наблюдаем одновременно все варианты событий. Но умом осознаём какой-то один вариант. Мы можем быстро переключаться из варианта в вариант. Причём, знаете, что вы находитесь везде и проживаете сейчас все события. Но именно самое благополучное событие, которое только возможно сейчас, здесь, вот именно тут. Но мы это не признаём, потому что... Ну, потому что... Потому что мы такие. Меняя своё мышление, свои шаблоны мышления, свои привязки, вот это вот я знаю, и начинаем жить осознанно, и сейчас осознавая вот это вот всё, кардинально меняется всё без изменений. Есть такое упражнение очень классное, давала на многих марафонах, даю сейчас, пишите, для чего я хочу менять себя? Ну, то есть менять себя — это измена в себе, изменять. И поэтому мужики меня будут изменять, на работе будут коллеги изменять, подружки будут изменять. Все, весь мир будет меня изменять, если я хочу менять себя. Если я хочу мир менять, тоже себе вопрос, для чего я хочу менять мир? для чего я хочу менять людей, для чего я хочу менять там, ну, вообще, события менять. Напишите, там будет список, ну, у меня было 50-60 пунктов. Например, для интереса хочу менять. Ну, у кого-то такое, да? А интересно, как я этот интерес могу без изменений получить? Да я ничего не меняю, блин, еще старое не разглядела, ну, интересно, блин, а что я создала-то уже? Я сейчас уже столько нас создавала, блин, я даже на это не обратила внимания, то, что я создала. Уже столько всего исполнилось, и я даже себя не поблагодарила, ну, блин, интересно хотя бы вот этого осознать. Чего новое менять, если я сейчас со старым не разобрался? Действительно, нафиг мне менять, если из интереса, когда, блин, и так интересно хотя бы вот это поосознавать. Следующий пункт, для чего я хочу менять? Ну, чтобы ситуация стала хорошей. Блин, а почему эта ситуация нехорошо? Ну, потому что там мне больно, а что такое было? Ну, то есть порассуждали, пораскопали и поняли, что этот пункт тоже уже менять надо. Там, для игры. А интересно, как я могу играться? Сейчас ничего не меняем. И тут же придёт куча ответов, как играетесь, и вам уже не надо менять для игры, потому что вы и так сейчас в игре. Вы в игре. Вся жизнь игра. Или для чего я хочу изменить мир? Ну, чтобы он там чистый. Ёптит-моктит. Или там, чтобы там все были в любви. Аллилуйные такие, хорошие. Мир во всём мире, да. Мир во всём мире, или ещё что-то. То есть вы, когда себе задаёте вопрос этот, для чего я хочу менять, изменять себе, изменять мир, изменять Бога, своему Творцу, блин, не признавать этому в себе вообще. Почему я всё и хочу менять? То, что я, блин, сотворила. Написали список и спросите себя, как я это могу по-другому получить? И вы поймёте, что нифига вам ничего менять не нужно. Тут ещё познавать непочатый край. Бесконечный просто. Познавать того, что мы уже натворили. На всю жизнь хватит, это точно. Да. Да, интересно, спасибо. Ой, какие классные эти, пасибочки. Ой, да, я читаю тоже. Ну, ты правда с меня хорошо выглядишь, очень классно. Так, вопрос ещё. А как быть со страхами? Куда от них деться? Или что с ними делать? Страх — это желание получить там опыт, прожить. Мы в параллельных, во всех этих реальностях, сейчас это всё проживаем, проживали, будем проживать, но никогда не получали из этого опыт. И мы опять хотим этот опыт пройти, чтобы, блин, наконец-то его осознать. То есть мы получили опыт, но не поняли. Получили — не поняли. То есть страхи — это то, что уже было параллельно. Ну, можно в этих людей. Мы ни хрена не извлекли из этого опыта. Ну, идите ментально в этот страх, проживите его, поймите задним чувством уже, когда вы уже прожили, жизнь закончилась, вы там якобы умерли, реинкарнировали, если вам ещё страшно, проживите ещё раз до тех пор, пока не поймёте, ну, блин, что там стоит. Многие страхи можно вживую прям проживать. Классно, я боюсь цены. За каждым страхом стоит столько энергии, блин, там столько силы. Вы выходите на сцену, всё, слава богатства, деньги всего мира, любовь, жизнь и здоровье. Всё вам сразу дается. Ну, вы боитесь, видите, какие-то домики. Расточек... Не высовываемся. Да, не высовываемся. Расточку, взёртышки, которые там в земле были, очень страшно выходить вовне. У него страх, скорее всего. Ну, если я считываю сейчас расточек, представляете, кому страшно. Мит, в основе, там камни, блин, могу не пролезть, там червяки меня могут сожрать, или что там, не знаю, живут или нет. Расточки, там солнце опалит, а вдруг там зима, и будет холодно, я замёрзну. То есть непонятно. Но этот страх меня толкает вылезти и пойти узнать, что там. Потому что, сидя в семени, я так и не стану жить. Ну, задохнусь, сдохну, изгнию. Страх нас толкает идти, потому что за страхом идёт самая большая сила, которую он какой-то поток выпустит. Есть страхи такие надуманные, типа, вот, если у меня ребёнок умрёт, я боюсь за своего ребёнка. Блин, ну ты дура, зачем ты наделила? Ну, это же неосознанно происходило, на самом деле. Вряд ли человек с мозгами думает, ну, я хочу, чтобы мой ребёнок умер. Это правда, что идёт как бы неосознанно? Наш фокус внимания всё время я не хочу, чтобы ребёнок умер. Возвращает, да? Хочу, чтобы ребёнок умер. Что с ним произойдёт? Ну, на самом деле, книжный ребёнок — это просто умер внутри, уже умер внутри ребёнок у этого взрослого человека. Внутренний ребёнок. Внутренний ребёнок — это познавать мир, интересоваться. Вот этот импульс, который движок вот всю заполняет, тот, этот импульс, который даёт нам познавать новое, расти, жить, расцветать, блин, любовью вот этой вот всей наделять всё вокруг. Вот это внимание, это есть вот любовь, внутренний ребёнок. Познавать новое. Она убила эта женщина в себе внутреннего ребёнка. И не надо там за своего смотреть. Свой ребёнок, который там родился живой, он пришёл со своей миссией, у него своя жизнь, ну, там, когда надо, он идёт. А мы привязались, потому что я-то родила ребёнка для себя, потому что он мне даёт определённый чувство, ну, я же мать. Я держусь за него, блин, он мою, он водичку должен мне пристать. Он мне вообще столько должен, когда вырастет. А пока ещё не вырос, тоже должен. Должен хорошо учиться, должен на это, должен оборудовать все мои ожидания, исполнить все мои мечты, которые я не мог исполнить. Мы убиваем просто человечка маленького, которому дали новую жизнь, блин, потому что он столько всего должен вашего, потому что вы себе ни корена не даёте, не позволяете, но он должен там оплачать. Ему придётся уйти от вас, только потому что, блин, чтобы вы обратили на себя внимание. За каждым страхом стоит опыт. Вот, чтобы ребёнок не умер, там, займитесь собой. Вот этот страх говорит только об этом опыте, что вы каждый раз теряли в параллельных реальностях детей и ни корена не поняли то, что перестаньте уже держаться и пытать его, и пытаться навязать ему свою жизнь, как он должен жить по-вашему. Ну, это зачем это делать? Да. Ну, убиваешь свои дети. Это как бы, получается, мать не хочет в своей жизни проживать? Рюля, вот зависаешь. Что зависла, я не расслышу. Ты тоже зависаешь. Мы хотим рожать детей только для того, чтобы воплотить всё, что в себе не позволяем воплотить, чтобы он доделал. Ну, если вы будете рожать просто не для чего, потому что из любви, и вы хотите создавать новую жизнь, потому что вы себе её даёте постоянно, эту новую жизнь, и у вас будут дети. Люди с бесплодием легко лечатся только осознанием того, что, ну, покопаться нужно в себе. Почему я не хочу себе новую жизнь давать? Никому-то там, ребёнку, да, родить ребёнка, себе новую жизнь не хочу давать. Бесплодие, оно легко лечится, даже если у вас там всё вырезано, можно и то решить проблему. Да. Согласна. Ещё хочу спросить про... У нас ещё четыре минуты. Про уникальности. Смотри, насчёт четырёх минут. Я написала, когда на последней минуте сохраняю, у меня написано, что-то пошло не так, теперь не сохранён. Ты лучше там минутка... Скажу, я вообще не умею сохранять. Сейчас буду пробовать. Первый эфир. У меня новый выпуск. Ну, ты, наверное, там выключить, да, два раза там быстрее, не кликай, один раз, и там появится сохранить эфир. Главное, отследи, чтобы хотя бы минутка оставалась, потому что если я прям уже её... А как это отследить? Просто по часам получается, да? По времени? Ну, у тебя тикать будет, да. Ага. Хорошо. Окей. Так, успеваем ещё вопросить? Нет? Давай так, вопрос. Потому что мы можем продолжить... Давай перезапустим эфир. Да? Ага. Давай. Выключайтесь. Вам вот понимаете? Хорошо. Продолжение следует...